МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости нашего города в студии Ирина Потехина. Здравствуйте! И вот некоторые темы выпуска. Суд разобрался в запутанной ситуации, которая произошла на одной из СТО, поставлена точка. Опять ДТП и опять мотоцикл. В аварии пострадала пассажирка двухколесного транспорта. И кредиты станут дешевле. Почему процентные ставки планируют снизить? В спорной ситуации, когда виноватыми друг друга считали СТО и владелец машины, которая протаранила ворота станции, суд встал на сторону автолюбителя. Напомню, в конце мая житель города поставил свой Хюндай на ремонт, когда стал забирать машину из СТО, говорит, что она оказалась без тормозов. А потому он въехал в ворота. Вот эта ситуация с камер видеонаблюдения. В свою очередь, специалисты станции уверяли, что мужчина просто не справился с управлением и полностью виноват в случившемся. И значит, должен возместить ущерб. Ремонт ворот, который вытянул на все 100 тысяч рублей, и, конечно же, ремонт машины. Это еще в пределах 50 тысяч. Однако платить деньги автовладельцу не придется. Эти расходы лягут на СТО. Более того, суд удовлетворил требования автовладельца к станции не только в плане материального ущерба, но и морального вреда. Плюс штраф. Было решение мирового суда под председательством судей Шнайдер. Он взыскал полностью в пользу моего доверителя сумму. Так же, как закон о защите прав потребителя действует, был взыскан штраф. Я считаю, что в данном случае были реальные нарушения. Не была обеспечена безопасность автомобиля. Ну и это проблема СТО. Накануне вечером внимание наряда ДПС привлек водитель двухколесного транспортного средства без номеров, который ехал по улице Муравленко со стороны Ленина. Полицейские попытались остановить молодого человека, но тот, рванув на красный, решил скрыться. Уехать далеко мотоциклист не смог. В районе Стеллы первопроходцем он потерял управление и упал. Водитель не пострадал, но на него заведено административное дело сразу по нескольким статьям. Управление мотоциклом без шлема, без прав, без страховки, проезд на красный и неподчинение требованию остановиться. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пассажирка 1980 года рождения. С места происшествия она была доставлена в центральную городскую больницу. Диагноз – закрытый перелом правого плеча. Назначено амбулаторное лечение. А также на водителя 1989 года рождения, управлявшего мотоциклом, составлены административные материалы. Хотелось бы обратиться к нашим мотоциклистам, беречь свою жизнь и жизнь других. Пожалуйста, не ездите без шлемов, не ездите без защитной экипировки. Желательно все-таки научиться сначала ездить, а потом уже выезжать на дорогу. Потому что от этого зависит не только жизнь ваша, но и жизнь других наших граждан. В июле вступают в силу важные нормативно-правовые акты, относящиеся к сфере транспорта. В их числе принято еще в конце января постановление правительства, которое вносит изменения в правила дорожного движения. В соответствии с этим постановлением на дорогах страны появятся новые дорожные знаки – фото-видеофиксация. Они будут предупреждать водителей о том, что на участке дороги с помощью автоматических камер ведется фото- и видеосъемка. Сегодня на площади памяти прошел гарнизонный развод личного состава ОМВД России по Ноябрьску. Одних стражей порядка в торжественной обстановке проводили на заслуженный отдых, другим присвоили новые звания. Они хорошо несли свою службу и заслужили повышение. Сегодня на гарнизонном разводе четверым сотрудникам полиции присвоены очередные звания и вручены погоны. В строю трое полицейских, которым ближайшие полгода предстоит провести в Северокавказском регионе. На дорожку напутственные слова. Пожелание наше одно. Все выполнили поставленную задачу – проявить свой персонализм и, главное, уже выйдет здоровым и вернуться на родину. Капитана полиции Ирину Чурилову и старшего прапорщика Валентину Зубицкую в торжественной обстановке с цветами и подарками проводили на заслуженный отдых. Благодарственные письма от правоохранителей получили и двое обычных жителей города, которые благодаря своей активной гражданской позиции и неравнодушию к чужой беде помогли раскрыть тяжкие и особо тяжкие преступления. Сотрудник службы безопасности одного из городских банков Павел Велев с ОВД сотрудничает не в первый раз. И награда эта уже вторая. Видео с банкоматов, так как часто кражи случаются с карточек, и мне приходится предоставлять эти видео сотрудникам полиции для раскрытия преступлений, для того, чтобы они могли видеть, кто был преступником. Марш! Ольга Попова, Анатолий Присич, новости нашего города. В конце июля окружной комитет солдатских матерей вновь посетит Южный военный округ. На этот раз, чтобы охватить как можно больше войсковых частей, Людмила Буряк и ее помощница Наталья Кулаева отправятся в разные районы региона. Проведать ямальских солдат в Новороссийске и области поручено Кулаевой. Буряк отправится в город Герой Севастополь. И, как обычно, не с пустыми руками. Ко дню Черноморского флота солдат ждет приятный сюрприз. Мы закажем автобус и сделаем экскурсию по городу Герой Севастополя. Но, естественно, будет сладкий стол. Ездить по войсковым частям, вот мы ездим по войсковым частям, это всегда не с пустыми руками. И в этот раз очень приятно, что нам помогли город Новорингой. Это федерация мини-футбола. Они нам подарили комплекты для футболистов. И попросили передать, вот именно для ВДК Ямал. Вот мы с удовольствием эту миссию выполним и подарки вручим. В этом году очень хорошую помощь нам оказывает финансовую информационную поддержку. Это департамент по международным связям под руководством Мажарова. Я очень надеюсь, что это будет не разовая помощь, и дальше будет помогать. Но, тем не менее, работаем со всеми в одной команде и делаем одно общее дело. Проект «Газпромнефть» вывел Ямал в лидеры по сокращению сжигания попутного нефтяного газа, сообщает агентство нефтегазовой информации. Об этом говорится в отчете, подготовленном информационно-аналитическим центром «РУПИК». Специалисты центра отмечают, что в целом по России факельное сжигание попутного нефтяного газа в январе-марте 2013 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 5% или на 215 миллионов кубометров. При этом на Ямале сокращение составило 58% или 304 миллиона кубометров. Налицо эффект от мероприятий нефтяных компаний, отмечается в отчете. Главное из них – запуск в конце 2012 года холдингом «Сибур» в Ингопуровского газоперерабатывающего завода и реализация «Газпромнефтью» первой фазы ноябрьского интегрированного проекта. Это позволило подать на переработку дополнительно около 1 миллиарда кубометров попутного нефтяного газа в год или около 250 миллионов кубометров в квартал. Очередное повышение трудовых и социальных пенсий произойдет в 2014 году. Трудовые пенсии в 2014 году в России вырастут на 8,8%, а социальные – на 15,2%. Об этом сообщил министр труда и социального защиты Максим Топилин. Это, естественно, выше инфляции, поэтому будет увеличение реальных пенсий. И мы предполагаем по проектировкам, что в 2014 году средний размер трудовой пенсии составит 11 144 рубля. В 2016 году более 13 тысяч рублей. И соотношение с прожиточным минимумом пенсионера в 2016 году поднимется почти до 192%, отметил министр. О реформе пенсионной системы обсудили общественники ноябрьска. Такую задачу перед региональными отделениями поставило головное управление. Напомню, по обсуждаемой в правительстве формуле, пенсия будет состоять из трех частей – фиксированной выплаты, страховой и накопительной. Правда, страховая пенсия будет учитываться не в абсолютных цифрах, а в коэффициентах. А с 2014 года обязательные отчисления в накопительную часть пенсии снизятся с 6 до 2%. Представители общественных организаций собрались в городском пенсионном фонде, где специалисты о предстоящих изменениях рассказали буквально на пальцах. Процентные ставки по кредитам могут быть снижены, пишет российская газета. Комплекс мер по снижению процентных ставок по банковским кредитам будет сформулирован в течение недели. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. Российские власти пытаются найти способы оживления экономики, рост которой стремительно замедляется, несмотря на высокие цены на нефть. Одним из тормозов развития, по мнению чиновников, являются как раз завышенные кредитные ставки. И завершит выпуск блок спортивных новостей. Молодые специалисты «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаза» – это не только перспективные сотрудники предприятия, но еще и люди с активной жизненной позицией, круг интересов которых, как правило, не ограничивается только выполнением производственных задач. В свободное от работы время молодые нефтяники активно участвуют в интеллектуальных конкурсах, творческих конференциях, играют в КВН и занимаются спортом. Тимур Галин и Вадим Галимов – выпускники одного вуза – Уфимского нефтяного технического университета, но познакомились уже, будучи сотрудниками «Ноябрьскнефтегаза», а подружились и вовсе не на производстве, а под кольцом. «Всегда в тонусе, усталости не чувствуешь, ну не устаешь. Бывает, после работы придешь, расслабиться, идешь в спортзал, побегаешь, и все вроде, бодрячок». Оба – любители командных видов спорта. И оба с радостью приняли предложение играть за сборную цеха текущего ремонта и обслуживания трубопроводов «Один». Во время спартакиады среди структурных подразделений «Газпромнефть» и «Ноябрьскнефтегаза» они защищали честь своего цеха на соревнованиях по баскетболу. В этом году команда цеха заняла почетное третье место, и свой вклад в такой хороший результат внесли и баскетболисты. Кстати, как говорят сами молодые специалисты, спорт помогает им и в работе. «В работе как раз-таки помогает вот это вот чувство команды. Если в баскетболе ты, скажем, надеешься на своих партнеров, так же и в работе ты знаешь, насколько человек надежен, и это в течение времени проверяется. Чем больше работаешь, тем больше сплоченности». «Любые боевые искусства развивают в себе определенные качества. Это характер, уверенность в себе, упорство в достижении целей». Без спорта не представляет своей жизни и главный специалист управления геологотехнических мероприятий «Газпромнефть» и «Ноябрьскнефтегаза» Кирилл Исаков. Его выбор – боевые искусства. В школе увлекался каратэ, а сейчас в свободное время занимается тайским боксом. «Олег Зиннер – он отличный тренер, один из немногих людей, которые очень, так сказать, ненавязчиво, но упорно позволяют человеку проявить какие-то качества, какие-то свои, показать свои какие-то силы, которых ты думал, что у тебя нет. Заставляет тебя переступить черту, перешагнуть через себя и сказать, что ты можешь больше». Кстати, по мнению молодого специалиста, между этим жестким видом спорта и нефтянкой есть много общего. «Нефтянная промышленность, она предполагает жесткую субординацию, предполагает дисциплину, самодисциплину. Какую-то в некоторых ситуациях даже твердость, в принятии решений, в доказательстве какого-то своего. То есть вот боевые искусства, они в этом схожи, потому что они дают тебе возможность воспитываться, воспитывать свой характер, чтобы потом его в различных ситуациях жизни применять». Когда пришло время определяться с будущей профессией, решил пойти по стопам отца и стать нефтяником. После университета поступил в магистратуру Центра подготовки и переподготовки специалистов нефтегазового дела. Обучение здесь не дешевое, а поэтому обычно за студентов платят нефтяные компании, тем самым набирая себе будущие кадры. Так Кирилл и стал молодым специалистом «Ноябрьскнефтегаза». Начиная с должности специалиста первой категории, в управлении геолого-технических мероприятий он уже через год получил повышение до главного специалиста. Кирилл с детства привык ставить перед собой высокие цели и добиваться их. Таким его воспитал спорт. «Мне нравится моя работа сегодняшняя. Мне нравится она как с точки зрения, то, что она мне дает в плане, я не говорю сейчас о зарплате, да, она мне дает какое-то развитие постоянно, то есть постоянно какие-то новые задачи, новые цели, которые перед тобой ставят руководство и должны их выполнять. Это позволяет человеку разносторонне развиваться». Кирилл Мигель, Александр Звичуков, Ольга Попова и Александр Иванов. Новости нашего города. И у меня на этом все. Через несколько секунд прогноз погоды, а я желаю вам хороших выходных. До свидания. Партнер программы – магазин «Потис Антверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный сервис и качественное топливо, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 6 июля в Салехарде без существенных осадков. Ветер северо-западный, температура 21 градус выше нуля. В Муравленко облачно. Дождь. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура 21 градус тепла. В ноябрьске переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер западный до 2 метров в секунду. Температура плюс 20 градусов.